Здесь огромное количество, здесь, несмотря на то, что мы на перепуте между Востоком и Западом, здесь огромное количество таких людей. Ну, Абрам Петрович Ганнибал, да, прадедушка Пушкина, он здесь жил и был губернатором города Ревель, Сталином наивне, да. Там, например, тот же Достоевский, там, тот же Северянин здесь похоронен, да, причем тот же Беллинсгаузен родился на острове Сарама. Огромное количество. Я, когда сам начал заниматься, здесь такой кладец всевозможных разных историй. Даже, вот знаете, например, барабаны, да, и тарелки барабанные. Вот, например, их изобрели и начали изготавливать здесь, в Эстонии. Первая компания – Пасте, это они пришли из острова Сарама, и сейчас это огромный мировой бренд, который производит практически все тарелки на все барабаны. Так получается, что вы через людей, по сути дела, делаете в добром смысле слова рекламу Эстонии? Конечно, да. Да, да, да. Вы понимаете, что только по-русски, а не по-эстонски. Так наоборот, большая аудитория. Я тоже так считаю. По большому счету, я тоже так считаю. А они считают иначе. А они считают иначе, да. Но дело в том, что Эстония, видите, она такая немножко обособленная, такой моноязык, моно такое. То есть они говорят, это мы. То есть мы, хотя эстонцев, я не знаю. Я честно скажу, живу здесь 42 года. Я родился в Эстонии. Я не видел ни одного чистокровного эстонца. Потому что огромное количество смешания коровей. Каждый говорит, вот мы чистокровные. То есть, какие тут, тут столько прошло. Тут, извините, 200 лет Российской империи было, да. Немцы жили, шведы. Да когда говорят чистокровные, то попакивает серость. Ну вот, 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 вот. Судя по истории. Вот именно. Но если говорить, например, об истории именно военного времени, то эстонцы тоже здесь разделились. Даже сами эстонцы. У нас порядка 20 тысяч воевали за красных. И 75 тысяч воевали за черных, или как их можно назвать, за коричневых. С другой стороны. С другой стороны, за фашистов. И поэтому, конечно, очень много осталось внуков, правнуков того наследия, которые прошли. В основном эстонцы были даже, были эстонцы-солдаты, да, но в основном были каратели. Были в полицейских батальонах. И всего, вот, если говорить об эстонцах исторически, то всего 4 человека получили железные кресты. Вот одного мне даже удалось, как бы, и записать интервью с ним. Харальд Нугихсекс. В прошлом году только он помер, был солдатом. А если говорить о героях Советского Союза, то их было 13. То есть эстонцев. Эстонцев, именно эстонцев. Причем очень интересные истории такие есть. Они вообще много историй. Первый человек, который зашел в Берлин, был эстонец. Вот, например, да. Первый человек, который вообще, скажем так, даже благодаря эстонцу, победили вообще Великую Отечественную войну. Почему? У нас был такой интересный Эндель Карлович Пусоб. Может быть, вы слышали это имя. Тоже герой Советского Союза. Он сделал две вещи. Первое. В 41-м году, в 41-м году, начало войны, в июле он уже бомбил Берлин. Это очень малоизвестный факт. А второе. Он в 43-м году из Москвы перелетел в Нью-Йорк. На его борту был Молотов, второй человек в государстве. Он этот советский самолет посадил на американскую взлетную линию, а она на 300 метров короче, чем советская. Вот. И Молотов подписал договор об открытии Второго фронта. То есть, подвиг. Есть причем у нас герои, которые и посмертно получили. Там вот, например, Иосиф Лар, такой, ну, эстонец считается. Он под Ригой своим телом закрыл амбразуру, повторил подвиг Матросова. Поэтому, как бы, вот есть такие у нас подвиги. Есть эстонцы очень интересные. У нас, например, эстонец, тоже мне довелось. Наша профессия такая интересная, да? Человек-эстонец, который спас много миллионов жизней. Представляете? Человек, который изобрел ремень безопасности автомобильный. Вот. И сейчас его патентом пользуется Мерседес, Вольво и все остальные. Сам он живет, скажем так, бедно. Изобретатель. Он прям придумал этот замочек, прям все, который использует все. Вот. У меня с ним трехчасовое интервью есть. И поэтому эстонцы очень много чего дали миру на самом деле. И журналисту есть о чем рассказывать. Конечно. У нас истории гораздо больше. И желаний снимать. То есть, больше таких информационных поводов, даже если исторических, очень много. Похоже, что им больше нужен кич или гламур сегодняшний. Ну, наверное, да. Но вот мы как раз... Почему у нас этот разговор и завелся, Александр? Чем наполнять телеканал? Вот как раз мы этим и наполняем. И пытаемся просветить людей.